я должен вам кое в чем признаться я не снимаю неинтересные мне автомобили если мне машина неинтересно ну как-то мне тяжело они в принципе рассказывать и снимать и показывать ее и до недавних пор я думал что и таха и скалейт мне неинтересно даже еще когда камара не снимал даже я камара думал что он не интересен но поскольку дилерский центр козелак находится рядом с дилерским центром бмв авилон белая дача и так или иначе эти автомобили появляются у нас там цеху еще где-то их вижу то волей-неволей все но подхожу смотрю там как-то изучаю и вот первый раз меня зацепил камара у меня реально появился интерес его снять его отснял выложил в целом так более-менее неплохо посмотрели даже один человек не отчитался что купил машину благодаря моему видеоролику затем относительно недавно я вот как-то посмотрел на кадиллак и мне в принципе всегда эта машина нравилась относительно так внешне и подумал почему бы не снять кадиллак эскалейт почему бы не показать эту машину и когда я уже отснял эскалейт выложил его в принципе тоже весьма неплохо его посмотрели ознакомившись с этой машины в деталях собственно как я в своих презентациях показываю могу сказать что у меня в целом сложилось более приятные впечатления об автомобиле чем я ранее о нем думал хотя конечно не без косяков не без каких-то нюансов и прочего прочего так вот после эскалейда когда я посмотрел на таха это по сути одна и та же машина только одна типа премиальный бренд другая массовой посмотрел на таха мне эта машина тоже понравилось на удивление действительно понравилось и причем здесь хоть это как бы одна и та же машина в реальности все равно отличие достаточно много и они такие интересные поэтому мне захотелось этими отличиями с вами поделиться показать что же из себя представляет таха чем он отличается от эскалейда почему возможно имеет смысл посмотреть сторону этого таха ну то есть как-то вас познакомить ближе с этим автомобилем тем более что опять же есть неплохие предложения на машинах в наличии представлен экземпляр в комплектации premier с учетом сдачи вашего там или в трейдин если машина 19 года имеют у таха можно купить по цене в районе 4 390 опять же при наличии кредита каска трейды может быть даже еще какие-то небольшие подвижки то есть это все обсуждается уже с представителями дилерского центра и прежде чем мы перейдем к изучению автомобиля я предлагаю зайти в мобильное приложение автору набрать здесь марка модель chevrolet taho и посмотреть как эта модель менялась течением времени в этом удобство предложение по бу автомобилям то что вы можете их посмотреть собственно увидеть как эта модель менялась как менялся и дизайн как менялся интерьер сколько она стоит на вторичном рынке это тоже немаловажно можно найти предложение посвежее допустим 97 год от 240 тысяч до 550 вот есть варианты то есть в целом не так уж и мало для 97 года машина которая более 20 лет уже 23 24 года в скором времени исполнится 2008 год то есть 10 12-летняя машина стоит около миллиона опять же не могу сказать что это дорого или дешево либо какие-то более свежие варианты но допустим допустим вот в районе двух миллионов рублей можно купить относительно свежий экземпляр 15 года 16 года с пробегом 74 147 тысяч 78 тысяч опять же удобство приложения заключается в том что вы можете помимо того что конечно же ознакомиться с тем как выглядит автомобиль как меняется в интерьер как он в том числе изнашивается благодаря этим фотографиям со временем оценить свои дальнейшие перспективы эксплуатации автомобиля если вдруг вы интересуетесь именно покупкой был машины опять же здесь вся подробная информация включая характеристики автомобиля объем топливного бака габариты динамика сто семь с контур час максималка 68 секунды до сотни можно посмотреть бесплатный отчет чтобы опять же себя подстраховать от каких-то возможных рисков есть юридические ограничения то есть возможно будут проблемы при постановке на учет можно посмотреть более подробную информацию вот полный отчет стоит 497 рублей в зависимости от модели он может также меняться по стоимости и здесь достаточно полезная информация будь то история пробега которая могла меняться и тем самым вы можете подстраховать себя вот скрученного пробега история размещения на автору если это автомобили ранее уже продавался это тоже может быть полезно можете видеть в каком состоянии и виде был раньше почем его продавали какой у него был пробег опять же это реально полезная информация история эксплуатации как машину обслуживали какие-то проводили как часто по регламенту их проводили это тоже немаловажно и скажется в дальнейшем на его эксплуатации и действительно очень крутой пункт расчет стоимости ремонта по страховке как правило все новые достаточно свежие автомобили не застрахованы по каско поэтому если были какие-либо страховые обращения и даже не доходили ремонта просто были просчеты калькуляции вся эта информация там будет и исходя из этой информации вы можете понять возможны какие-то риски при покупке этого автомобиля ну и конечно проверка на работу такси каршеринг и прочее прочее это действительно объективно полезная информация учитывая не такую же большую плату но меня в большей степени сейчас интересует другой момент это какие конкуренты есть у таха чтобы понять какие конкуренты есть у таха мы сделаем чуть иначе мы не будем выбирать марку и модель мы попробуем отсортировать автомобили под критерии меня интересует машина от 2019 года ставим галку новые цена пожалуй до 5 миллионов рублей я бы указал это в целом так оптимально коробка однозначно автомат кузов однозначно внедорожник двигатель да неважно объем двигателя я думаю от трех литров все таки это важный момент привод полный мощность вообще не важно но от разгона динамика до 7 секунд 7 секунд это комфортная динамика в городе и соответственно если машина имеет динамику 7 секунд то и за городом она скорее всего поедет весьма неплохо ну и дорожный просвет от 200 миллиметров я думаю что оптимально из опции здесь много всего можно указать но для меня допустим если бы я был потенциальным покупателям таха наиболее критичным моментом мог бы стать третий ряд сидений вот он ставим галку и смотрим у нас 262 предложения показать какие варианты нам предлагают автору собственно таха по цене от трех миллионов шестисот шестьдесят пяти тысяч рублей эскалает от четырех миллионов семисот тысяч рублей и все а больше ничего и нет то есть по факту если вас интересует большой кроссовер джип семиместный минимум 06 ладно но так иначе тремя рядами сидений с полным приводом дорожным просветом 200 миллиметров динамикой менее 7 секунд да и в принципе мы ничего такого сверхъестественно не указывали то выбора у вас по сути как бы нет это одна и та же модель один тот же автомобиль просто в разные оболочки либо в оболочке cadillac либо в оболочке таха ну собственно заходим предложение таха смотрим какие варианты нас предлагаются здесь в том числе и предложение от авилон белая дача cadillac и chevrolet 4594 900 вот есть автомобиль можно полистать можно посмотреть более подробную информацию даже увидеть какой транспортный налог реально вас ожидает 426 сил на 150 рублей и на коэффициент 1 1 посмотреть опять же более подробные характеристики об автомобиле будь то его габаритные размеры там динамика и прочая информация увы мой интернет не позволяет это сейчас сделать комплектацию автомобиле также оценить ну и заказать обратный звонок либо там даже сделать заявку на оценку trade-in то есть в целом мы видим с вами что предложение есть автомобили стоит довольно адекватных денег и здесь есть из чего выбрать но при этом как бы и нет то есть конкурентов этой модели нет я оставлю в описании к этому видео ссылку на сайта второго с предложениями по таха если вам интересно переходите смотрите на мой взгляд но действительно автомобиль сам по себе довольно привлекательно о чем собственно мы сейчас и поговорим так вот что касается автомобиля таха это по сути тот же самый эскалейт под капотом тоже самый движок атмосферный v8 объемом 6 2 мощностью 426 лошадиных сил та же самая коробка передач gm восьмиступенчатая аналогичный полный привод аналогичная подвеска magnetic right то есть у вас пружинная подвеска с амортизаторами внутренняя жидкость которых по факту имеет такую металлическую стружку и за счет изменения подачи электропитания найти амортизаторы меняется и жесткость отработки неровностей то есть в целом по технической части машины и можно сказать идентична та же рамная конструкция тот же по умолчанию задний привод с подключаемой передней осью и с понижайкой то есть это все здесь присутствует даже внешне если посмотреть я конечно не берусь один в один утверждать и сравнить какие-то конкретные элементы кузова там типа капота или крыльев я думаю что они все-таки скорее всего отличаются но вот по дверям такое ощущение что это одни и те же двери это ребро в этот переход идентична задняя стойка заднее стекло скорее даже само стекло один в один то же самое что и вы скалеет окантов кокон то есть схожего очень много но при этом отличие в оптике отличие в бамперах конечно же отличие в каких-то фурнитурных элементах отделки колеса здесь меньшего диаметра естественно нюансы в большей степени нюансы также как это происходит и у опять же land cruiser 200 либо lx 570 или пас finder и infiniti qx большой то есть то же самое как это принято в этом классе происходит и здесь есть машина попроще чтобы можно было где-то сэкономить где-то наоборот добавить опции предложить ценник чуть интереснее есть машина побогаче если сравнивать сопоставимые комплектации скалает и таха разница будет где-то в районе миллиона 100 тысяч плюс минус так так вот что касается chevrolet именно модели chevrolet относительно недавно как я понял был показан новый таха нового поколения и соответственно этим автомобилем осталось не так уж и долго продаваться с скором времени заменит скорее всего новый автомобиль я не готов утверждать когда конкретно это произойдет я думаю что информация так иначе появится о выходе такой новинки на нашем рынке я думаю что она однозначно должна быть потому что интерес к этим автомобилям в целом есть и их даже покупают и более того cadillac avilon насколько я знаю и вовсе занял первое место по продажам за 2019 год насчет chevrolet честно не помню но то есть эти автомобили в целом набирают обороты и даже вот этот вот флёр от прошлый про прошлые истории там опыта продаж chevrolet на нашем рынке когда это по сути были перелицованы и делу даже эта история немножко отошла на второй план то есть сейчас те chevrolet которые у нас продаются это именно американские настоящие chevrolet camaro таха там еще какие-то модели присутствуют то есть в этом плане есть на что посмотреть и новый таха я так по интернету по картинкам погуглил знакомился в целом красивый интересный красивый не без узнаваемости то есть преемственность конечно же сохранилась но при этом и поменялся он довольно сильно как снаружи так и внутри меньше стало таких строгих форм там появились какие-то изгибы в зоне третьего окошка оптика передняя стала компактнее и уже именно горизонтально уже сейчас на таха огромный фар реально огромные определенный момент все американские производители пикапов и полноразмерных таких вот джипов стали делать огромную двухэтажную не затем трехэтажную оптику сейчас начали от этого опять же массово отходить и делить либо фары делить на какие-нибудь отдельные блоки дальнего света и тонкие типа основные фары но там по факту про светодиодные какие-нибудь ходовые огни либо полностью делать диодную тонкую оптику вот собственно новом таха как я видел по картинкам интернет узкая верхняя оптика и такие кавычки ходовых огней светодиодные нижнего блока нет мне кажется конечно такой вариант именно с крупными массивными фарами он смотрелся солидней но с другой стороны узкие фары смотрятся моложе реально машина визуально стала моложе и как бы стала метить сторону совсем другой аудитории лет на 5-10 опять же повторюсь тавтологии но моложе что касается отличий автомобиля от escalate я конечно точечно по мере презентации буду их обозначать но думаю что итогово мы пробежимся именно в конце в подведении итогов я заодно еще зачитай комплектацию этой машины и просто послушайте что здесь по оснащению имеется не все имею возможность показать поэтому я думаю это будет иметь свой смысл так вот по передней части примерно суть архитектура та же самая огроменная решетка радиатора много хрома но только не полированная алюминия как был воскало еда а именно chrome тоже некоторые такое двухэтажное строение бампер довольно плоский без каких-то здесь уже вырезов то что в целом такой решетки вполне хватает для нормального охлаждения этого движка буксировочный крюк огромный номерной знак опущен довольно низко и то же самое пластиковый фартук который сильно конечно занижает передний бампер автомобиля и объективно даже каким-то бордюром надо подъезжать аккуратней потому что я не знаю насколько это все устойчив хотя в целом вот именно в плане податливости вроде так вполне способна отработать какие-то соприкосновения с бордюрами но разве что могут все-таки следы остаться здесь нижней части противотуманки напоминаю в искала еде не было туманок там самом низу были расположены поворотники галогеновые видны и датчики парктроников и дальше идет сама оптика огромная оптика но хоть здесь и светодиодные ходовые огни по факту для меня стало интересно новостью то что сама по себе оптика фары здесь не ксеноновые уж тем более не светодиодные а галоген давно не видел галогеновых фар реально давно не показывал вам ничего подобного но здесь галоген в целом это не означает что они светят плохо в некоторых дорожных условиях типа дождливой погоды слякотной галогеновые фары могут даже лучше освещать дорогу контрастнее чем к примеру какой-нибудь ксенон но объективно конечно 2020 году все-таки наличие галогенок это не есть прям очень хорошо с другой стороны это масс-бренд до сих пор реально много автомобильных брендов которые ставят галогеновую оптику аналогично касается и дальнего света он тоже будет галогеновый то есть все здесь на галогенках поворотники вот самая нижняя полоса опять же галогеновая и при этом удивительно что есть функция переключения с ближнего на дальний свет автоматическая то есть адаптивности конечно же не будет но именно автоматическое переключение с ближнего на дальние она присутствует но в принципе знаете хоть что то хотя бы в этом плане пусть будет какой-то шаг навстречу потребителю навстречу покупателям прямой капот опять же с некоторым рельефом но не таким явно заметным кроме вот этой центральной острой линии клиновидной опять же клиновидность сохранилась и здесь как она искала и то же самое натаха колесные арки окрашены в цвет кузова не матовый пластик то есть нет такого акцента что типа кадиллак чисто городская машина таха деревенская нет так и все равно смотрится вполне себе аккуратно по городскому красивый бежевый цветом дюмпом называется бэйдж дюм что-то в этом духе металлик такой с легким эффектом хамелеона но не сильно то есть небольшое ощущение масляного налета именно в цвете восприятие цвета есть и под разными ракурсами он может либо в зеленцу слегка либо в розоватая давать на в целом сам по себе цвет красивый и именно так он подходит неплохо кадиллак нам тоже смотрелся бы в этом цвете нарядно вот как-то таха уместнее как будто колесные диски 20 дюймов на эскалаге было 22 то здесь разом все-таки на 2 дюйма меньше тормозные механизмы такие же и как я говорил видео с эскалаг но вроде владельцы отзываются о них неплохо хотя когда оснащение можно их будет поменять брызговики там сетки в бампер и проще это конечно когда оснащение ставит дилер в большей степени подкрылки идут вот из такого борсового материала и опять же по отзывам говорят что вроде шумоизоляция приличная лобовое стекло идет утолщенная то есть она здесь также лучше изолирует вас от внешних шумов на дверных панелях накладки не chrome как вы сказал это окрашен цвет кузова и в целом хром здесь хоть и присутствует но его чуточку меньше чем на модели эскалает окантовка окон хромированная накладки на зеркалах небольших хромированные здесь поворотники расположены все остальное в черном глянце приятно не мат просто пластика именно черный гляне за счет чего всяко солиднее смотрится на крыше рейлинги такой уже сатинированный алюминий ручки дверей тоже имеют хромированную окантовку бесключевой доступ доводчиков увы и на этой модели нет но приятная штука отличие именно этой комплектации от модели эскалает это пороги не просто пороги а пороги подножки причем смотрите открывайте дверь но это это делать ничего сверхъестественного но приятно что в этой комплектации они есть то есть они выдвигаются действительно большие пороги на которые полноценно можно опереться спокойно встаете там прыгаете не прыгать то есть неважно какого веса я думаю что они вас однозначно выдержат закрывайте дверь и через несколько секунд эти пороги прячутся обратно тем самым не мешая вашей проходимости не создавая дополнительных каких-то хлопот то есть это действительно удобный момент пороги выдвижные с электроприводом при этом если вдруг вы опасаетесь что при открытии двери у вас там какая-то низкая будет там какой препятствие эти пороги могут их задеть смотреть что происходит вот допустим я подставлю свою ногу открывая дверь чуть только он упирается мне в ногу сразу прячется обратно то есть есть также подстраховку от какого-то возможного повреждения в случае соприкосновения с препятствием они убираются автоматически обратно по задней части фонари само собой полностью галогеновый ну разве что я не знаю здесь не совсем понятно ходовые огни галоген или нет может быть и светодиоды допускаю но поворотники тормоза и прочее прочее это все галогеновые лампочки противотуманки вот они тоже обычной галогенки крышка багажника по стилистике по архитектуре такая же как и в модели escalate дворник тоже спрятан вот он и здесь же форсунка омывателя камера только одна той системы где у нас дублируется в зеркале заднего вида через дисплей через камеру здесь дублируется картинка происходящего таха нет то есть это масс-бренд ему как бы такая опция видимо не полагается но в плане фаркопа все аналогично как его скалы здесь можно открутить нижней части бампера два вот этих вот фиксатора эта крышка снимается и там подготовка под установку фаркопа то есть целом не так уж и проблематично это сделано и автомобиль но во всяком случае на наклейке там где фаркоп заявлено до четырех с половиной тонн массы буксируемого прицепа но конкретно надо уже смотреть зависимости от комплектации автомобиля там может быть и меньше это видимо надо уже в технической документации просто изучить чтобы не ошибиться на кромке багажника у нас такая вот пластиковая вставка практичная в плане того что если вы какой-то груз там что-то поставите на бампер он не повредится не надо никакого дополнительно оклеивать здесь уже предусмотрен пластик но и небольшая хромовая вставка опять же чтобы добавить какого такого лоска восприятию автомобиля горловина бензобака с левой стороны без крышки ты сразу пистолет вставляется и по меткой что рекомендуемое топливо премиум ну то есть 95 можно в крайней ситуации залить 92 но так мало желательно ну а так 95 98 думают вполне нормально интерьер кстати здесь еще можно обратить внимание на подсветку зоны посадки по интерьеру чем не понравился то хоть тем что он на удивление смотрится но не сильно то и хуже escalade то есть здесь есть ощущение некоторые проработки дизайна неплохих материалов визуально он выглядит богато на самом деле когда вы начинаете его трогать разница с escalade довольно заметно потому что уже начиная вот тут с верхней этой линии это все жесткий пластик то есть это все включая вот эти вставки вот эти вставки это жесткий пластик но при этом подлокотник мягкий отделан но то ли кожи то ли кожзамом центральная вставка мягкая и вот этот оконный элемент тоже отделан приятно мягким материалом с контрастной светлой прострочкой поэтому в плане тех мест где вы будете напрямую соприкасаться с дверью с дверной панелью материалы неплохие визуально смотрится все нормально то есть хороший матовый пластик блок стеклоподъемников даже чуть удобнее чем в escalade мне так показалось он немного отклонен вашу сторону блокировка задних дверей блокировка задних стеклоподъемников регулировка зеркал центральный замок ручка отпирания но здесь все довольно просто память сидений расположена ниже но наверное не так удобно как вы сказать принципе можно было спокойно разместить деле бы здесь проблему бы это не составило было бы удобнее но не критично и небольшая выемка под всякую мелочевку под бутыльник кармашек также как его сказать под основным подлокотником небольшой кармашек но уже без бархатной отделки опять же отличие да там премиум здесь масс-бренд интерьерные планки на удивление мне эти нравятся даже больше понятное дело это все пластик под дерево просто рисунок но смотрится нормально смотрится красиво отлично сочетается с черным цветом салона то есть вот посмотрите то же самое здесь на центральном тоннеле красивое дерево и вроде его и нет какого-то явного обилия потому что по факту дерево только на тоннеле на самой консоли передней нигде она не присутствует на тоннеле и небольшие вставки на дверях но даже за счет вот этих мелких акцентов уже интерьер смотрится явно богаче динамики аудиосистемы суммарных 10 штук боус аудиосистема соответственно здесь но можно сказать такие басы низкочастотники а тут сверху не на треугольниках дверей не здесь где-то на среднем уровне как в escalate а именно здесь сверху расположены уже twitter и плюс еще центральный видимо twitter я послушал эту музыку в целом звучит неплохо басы приличные так по уровню звучания похоже чем-то похоже на нашу аудиосистему harman но конечно не настолько чистый не настолько равномерно распределен звук потому что нет средней вот это частоты есть только высокие именно высоко расположенная сцена и где-то внизу там басы бухают но в целом вполне прилично учитывая то что этот автомобиль позиционируется как массовой отделка сидений такая плотная кожа в целом видно что натуральная кожа довольно упругая думаю что с точки зрения износоустойчивости как и на большинство американцев с кожей не должно быть каких-то явных проблем здесь например такая грубая плотная очень плотная само собой будет она заминаться во время посадки от этого никуда не деться но я думаю что отходит довольно много по центру есть перфорация то же самое на спинке соответственно сидение с вентиляцией боковая поддержка по ощущениям даже как будто бы массивный чем на том же эскалейт по регулировкам то же самое вручную подголовник по высоте средней такой мягкости вперед-назад электроприводы по высоте электроприводы наклон подушки тоже можно менять вот именно наклон наклон спинки и поясничная поддержка вперед-назад вверх-вниз то есть в целом относительно регулировок но вполне нормально и аналогично автомобилю эскалейт ножник педали которую можно регулировать вперед-назад вот тут у нас эти вот небольшой блок в эскала это он был сенсорный рядом дисплеем здесь с левой стороны просто небольшие такие кнопочки это регулировка педального узла вот можно выдвинуть либо задвинуть обратно кроме этого регулирует сама рулевая колонка тоже в двух положениях вперед-назад вверх-вниз здесь же сразу по этим кнопкам пробежимся отключение стабилизации активации парктроников эта клавиша выдвигает пороге подножки либо наоборот задвигает их обратно принудительно но двери должны быть закрыты и кнопка системы удержания в полосе чуть левее три клавиши отвечает за проекционный дисплей он здесь тоже присутствует то есть можно его выше ниже сделать можно поменять выводимую на него информацию и отрегулировать яркость подсветки кстати машину сюда загонял я в этот бокс и на удивление мне прям стало интересно я бы с удовольствием этот автомобиль взял бы на тест-драйв поэтому если меня слушает представительство cadillac chevrolet если вам это интересно я с удовольствием возьму у вас на длительный тест-драйв автомобиль сниму point of view тест можете посмотреть меня в плейлистах как это выглядит и также поделись своими впечатлениями если раньше я был настроен к этим автомобилем очень скептически то сейчас хочется прям попробовать и понять что это за мир что это за машина сравнить в том числе с бмв но не напрямую просто сравнить свои ощущения и дать им какую-то оценку поэтому знаете я открыт к диалогу проекция здесь яркость подсветки всех приборов лампочек и аналогичные блоки два блока крутилок как и на модели escalate это свет выключить авто габариты ближней задние передние туманки а это у нас управление полноприводной трансмиссии то есть либо задний привод либо авторежим либо ну повышенный стандартный полный привод либо понижайка причем переключение в каждый из этих режимов занимает определенное количество секунд вводит сообщение на центральном дисплее а при включении понижайки она требует чтобы вы поставили коробку в нейтраль ставите в нейтраль ждете опять же несколько секунд после чего раздается определенный щелчок и машина пишет что все пониженный ряд понижайка включена чтобы обратно вернуться стандартно грубо говоря вариант вам опять же надо поставить нейтралку и дождаться пока система переключится вот такие нюансы надо иметь ввиду по отделке торпеда вот этот элемент мягкий козырек тоже мягкий плюс есть прострочка такая в целом контрастная симпатичная здесь грубая пластмасса тут у нас имитация металла но это конечно пластик просто крашеный и вся нижняя часть опять же грубый пластик собственно в этом и заключается наверно одно из таких ключевых отличий между эскалейдом и тахо то есть там премиум здесь масс бренд там больше внимания к материалам здесь его меньше но при этом оснащение удобства все равно наиболее такие ключевые важные моменты садимся в автомобиль вот спокойно встаем на подножку и слегка пригнувшись попадаем салон опять же никаких проблем я с этим не испытал сиденье для меня конечно широковато то есть они рассчитаны под более таких упитных водителей пассажира видимо до ручки ну придется потянуться дверь довольно далеко уходит видимо опять же чтобы освободить максимально большой проем для возможно потенциального большого водителя рулевое колесо как вам сказать что сказать про руль просто обычный руль не спортивный никакого спортивного хвата нет но более менее приятная кожа прострочка светлая алюминиевые такие канты шильдик шевроле пластиковая подушка не кожаная и кнопки управления круизом кнопки управления мультимедиа системы причем кнопки интересно сделаны помните nokia не помню что за модель была такая прям плоская и аналогично клавиши были резины вот тоже самые здесь вызывают такую сильную ностальгию видимо и рассчитаны под ту самую возрастную аудиторию кто помнит о какой nokia я сейчас говорю если вы моложе лет двадцати скорее всего просто не понимаете о чем речь круиз активный то есть он может поддерживать дистанцию до вперед идущего автомобиля здесь же клавиши активации обогрева руля с правой стороны управление мультимедиа системы то что выводится на центральный дисплей к этому еще вернемся голосовые команды ответ на вызовы и вот смотришь сюда и не понимаешь а где же управление громкостью аудиосистемы вот как вы думаете где все довольно просто вот здесь плюс и минус что-то видимо переняли вот французов они любители вот такой истории с левой стороны клавиши отвечают за избранные радиостанции можно переключить избранный нажатием этих кнопок в целом не проблема то есть привыкнуть можно достаточно быстро на мой взгляд в остальном же примерно как в эскалейт есть некоторое смещение от центра посадки то есть руль смещен вправо подрулевые рычажки идентичны модели скалы точно также активация заднего дворника можно его помыть подержать подольше помоется заднее стекло переключение на интервальный либо активированный режим работы заднего дворника потом передние дворники интервальный либо уже частотный режим автоматический датчик дождя так сказать и омывание лобового стекла вот таким движением остальное стандартно поворотники дальние моргнуть дальнем понятное дело здесь кочерга такая же как его скалы управление коробка передач есть ручной режим есть режим буксировки прицепа ну а далее там тянете на себя вниз нейтралка драйв сам понижайка прочее прочее аварийка активируется нажатием этой кнопки опять же перед глазами ну и приборная панель приборка конечно здесь не цифровая как был воскалает это собственно еще один такой признак отличительный между двумя этими автомобилями то есть тут у нас идет такой более привычный стандартные шкалы классические на мой взгляд особо никакой проблемы я здесь не вижу то есть они они считаются хорошо реально наглядные приборы соответственно через меню через правый блок управления вот этими кнопками мы можем посмотреть что здесь у нас имеется основной пункт с информацией вот давайте сверху начнем пустое окошко далее спидометр с отображением видимо пробега автомобиля поездка а средний расход средняя скорость поездка б то есть две поездки запоминает заправка топливом низкая текущий расход не отображается и справа вот такой вот индикатор v8 говорит о том что сейчас машина работает именно в режиме v-образной восьмерки потому что по умолчанию есть такая возможность отключить четыре цилиндра то есть когда вы есть довольно спокойно машина по сути v-образная четверка для экономии топлива процентов 25 в целом это позволяет сэкономить если же начинать начинаете как-то ездить активнее поселение нажимать педаль газа она переключается обратно в режим v8 далее время до замены масла еще 98 процентов то есть не в километража именно в процентах отображается давление в колесах килопаскалях возможным меню где-то можно перестроить под более привычным атмосфера последний 100 километров средний расход на 78 понятное дело он просто еще не понимает что происходит на машине не ездили и средний расход реально не будет отображаться таймер не знаю зачем это не гоночный автомобиль режим работы трансмиссии полноприводного тут смотрите сейчас у нас во первых левый и правые показатели это уровни крена продольно-поперечная по центру отображается режим трансмиссии стоит на сейчас полный привод обычный можно переключиться в авторежим он никак особо не отображает просто пишет а в д то есть полный привод можно переключиться в задний привод даже такой небольшой тычок я почувствовал все задний привод и собственно смотрите чтобы включить понижайку перейдите на нейтральную передачу давайте перейдем нейтралка все переключился где-то 3-4 секунды это занимает и при этом обратить внимание что пониженный ряд он требует отключения стабилизации то есть в этом режиме у вас стабилизация отключена но видимо он понимает что скорее всего движение будет в каких-то внедорожных обстановках но возвращаемся обратно в авторежим и если вы в этот момент ставили коробку в драйв или в паркинг то она потребует опять же поставить нейтралку все мы в авторежиме и причем когда он возвращается обратно в авто прям такой явный щелчок происходит его можно услышать даже сидя внутри автомобиля уж снаружи тем более будет это заметно далее время работы двигателя 3 и 8 часов холодного хода видимо непрогрета 2 и 8 часов и пустое окошко нажимаем влево у нас появляются режимы вывода информации то есть можно это вывести аудио частота радиостанции можно вывести телефон можно вывести навигацию но правда такая достаточно условно то есть видите маленькое окошко уж не знаю будет ли она в движении как-то крупнее или такой маленький квадратик но мне кажется сильно большого толку от такой навигации нет и дальше параметры здесь параметры которые можно настроить не совсем немного этих параметров можно их поднастроить посмотреть на что выводить конкретно на дисплей но самое ключевое из того что можно здесь найти это отображение режимов выбираем этот пункт толкаем вправо джойстик стоит у нас обычный можно поставить технология более технологичный режим отображения картинки соответственно возвращаемся допустим в тоже информацию и у нас получается круглый типа круглый такой вот циферблат окошко по центру с левой стороны вверху температура охлаждающей жидкости с правой стороны уровень топлива ну или ставим вверх-вниз появляется спидометр красивый по приятнее выглядит чем примеру в обычном режиме поездки все аналогично принципе приборы все те же самые то есть отличие никаких но честно скажу мне вот такой вариант как-то просто кажется более приятным что ли визуально хотя на два прибора стало меньше нас помните было четыре кругляша сверху ну и давайте ради интереса еще посмотрим как выглядит какой у нас тут режим третий был медиа медиа такой попроще конечно просто окошко на просто окошко в нижней части в целом все варианты хороши хотя конечно с четырьмя приборами она как-то смотрится аутентичный на мой взгляд неплохо я думаю что можем заглушить двигатель по мультимедиа системе здесь тоже в целом на мой взгляд не хуже во всяком случае чем в эскалейд в чем-то даже может быть и лучше потому что стоит она вертикальнее эскалейд был под наклоном поэтому в теории меньше должен обликовать плюс слегка утоплено в плане самой мультимедийки конечно никаких наворотов что у нас тут аудио кнопочка домой механическая телефон проектор можно регулировать навигация вроде выглядит так вполне себе сносно мультитач работает конечно есть некоторые тормоза но терпимо во всяком случае настройки немного настроек но что туда и можно видимо здесь под выставить видео sms видео можно видимо в движении видео даже посмотреть с диска блок управления клавиши мультимедиа системы незамысловатый ты что здесь нас громкость выключение мультимедиа переключение между режимами радио медиа переключение трека вперед-назад либо радиостанции кнопка домой кнопка назад кнопка меню и крутилка вот можно бегать по тем пунктам не взять натыкать в экран при помощи этой крутилки и наиболее интересная кнопочка вот не совсем понятно что это такое пока вы не нажмете смотрите вот такая вот история и появляется доступ довольно глубокому отсеку сантиметров 15 глубину 12 ширину и 10 высоту с юсб разъем то есть можно что-то подключить туда либо телефон кинуть на зарядку либо какой-то гаджет mp3 плеер хотите мне кажется мало кто сейчас пользуется но то есть в целом тайничок присутствует и на тахо причем тоже организован довольно неплохо ниже блок климатической установки чтобы он заработал придется опять машину завести крутилки более-менее такой приятный ход прорезиненные внутри небольшой дисплеточек на который выводится актуальная температура шаг в один градус не планка в один градус кнопка авторежима то же самое настройка климата есть правой стороны и кнопка синхронизации чтобы эти параметры были идентичны кондиционеры циркуляция направление потока воздуха вынесено в отдельный такой блок но либо авто нажимаете он сам регулирует куда что и как обороты климата здесь никакого дополнительного дисплея нет поэтому вводится все на основной мультимедийный экран отключение климата максимально обдув на лобовое стекло электрообогрева нет подогрев заднего стекла и ниже вот приятная на самом деле штуковина вот такие вещи мне реально нравится потому что именно благодаря таким продуманным моментом ты понимаешь что машина семейная что маши в этом автомобиле думали именно об удобстве в том числе и вашей семьи это управление второй зоной климата точнее третьей зоной на втором ряду отсюда вы можете выставить и обороты и поменять направление потока воздуха либо поставить авторежим поменять температуру опять же в рамках одного градуса вот он авторежим и кнопка которая блокирует управление климатом на втором ряду то есть оттуда крути не крути ты ничего не поменяешь пока водитель не отключит эту блокировку ну и собственно просто выключение климата второго ряда с левой стороны расположены клавиши активации подогрева сидеть также как его скалы это можно как полностью включить обогрев так и только спинку по три режима либо вентиляцию но опять же как его скалы это нельзя комбинировать вентиляцию и обогрев в целом я конечно не понимаю зачем это может быть нужно но некоторые автомобили позволяет это сделать здесь так возможности нет центральный тоннель отделан кожей с контрастной прострочкой светлой и даже вот эти плашки закрывающий доступ под стаканником имеет кожаную отделку и хромированную вставку за счет чего в целом весь тоннель еще с таким деревом по бокам но смотрится очень очень нарядно то есть выглядит действительно дорого приятно и нет совсем такого ощущения что это просто масс-бренд там какой-то дешевый и все нет на свои деньги то на свои четыре с половиной рублей эта машина тянет более чем тут ну ключик вот он довольно нарядный это клавиша сейчас расскажу что такое 12 вольтовая розетка 2 usb разъема ну и собственно кнопка на которой изображен изображена снежинка понимаете о чем это это холодильник нажимаем эту клавишу должна быть машина заведена он активируется сам холодильник находится здесь подлокотники тут же площадка беспроводной зарядки 21 таких удобных подлокотника поэтому зарядка не будет вам мешать и всем будет комфортно сидеться тянем за хромированную ручку поднимаем и вуаля вот он холодильник причем такой достаточно объемистый сантиметров 15 ширину и 25 наверно вот так вот в длину глубину сантиметров 20 то есть принципе какую-нибудь воду то закинуть можно будет легко я думаю что более-менее прохладно она должна поделиться это этот холодильник прям морозит но как минимум я думаю что поддержит температуру еще какие-то слоты под мелочевку имеются 2 usb разъема дополнительно аукс и еще одна 12 вольтовая розетка ну а второй слот у нас просто подстаканники куда уж без них в американском автомобиле зеркало заднего вида как рассказал обычная без каких-либо там встроенных дисплеев чуть выше блок практически идентичной модели скалейт индивидуальное освещение светодиодное глонасс пульт управления воротами для загородного дома пульт управления люком у нас здесь есть люк можно открыть полностью открывается да можно прикрыть можно просто поднять в режим проветривания и механически правда закрывается шторка но я думаю что это не сильно критично блок управления основным светом автоматически при открытии двери либо выключен и отключение датчиков внутреннего объема сигнализации опять же как и говорил если вдруг там кто-то остается в машине чтобы сигнализация не сработал вы можете его отключить датчик объема здесь же справа регулятор как и воскалейт который позволит управлять крышкой багажника либо открытие закрыть либо поставить максимально открытие чтобы максимально высоко поднималась три четверти либо выключить электропривод поэтому когда вы откроете багажник он сам по себе не поднимется это скорее все защита на случай низкого паркинга в принципе по водительской части пожалуй все но разве что можно обратить внимание на капот прямой заметные контуры габарит автомобиля в целом чувствуется неплохо линия остекления не занижена но при этом я уже давно такого не видел верхняя часть полоска затемненная синяя чтобы солнце вас меньше слепила конечно не знаю насколько это все актуально и целесообразно в 2020 году но видимо опять же целевой аудитории этих автомобилей такие отсылки они вполне себе греют душу стойки пластиковые сам потолок светло-серый здесь видны микрофоны громкой связи с правой стороны со стороны пассажира микрофонов нет но зато на удивление есть ручка потолочная чего обычно у водителя в других автомобилях нет здесь все-таки присутствует чтобы было проще забираться огромные зеркала заднего вида в этих зеркалах можно взглядеть далеко не один автомобиль а то и все норной полосы там того жемка от которого двигаетесь но опять же учитывая габарит этой машины зеркала конечно такие достаточно полезны теперь предлагаю присесть на пассажирское сидение правое я не буду здесь все также подстраиваться и делать как в скалы там несколько режимов посадки кому это интересно пусть опять же в том же скалы и посмотрят здесь мы просто сядем и оценим как это все выглядит со стороны пассажира регулировки вроде как идентичные но давайте посмотрим по наклону меняется вперед-назад по высоте наклон спинки поясница все то же самое да отличие я никаких от водительского кресла не замещаю единственное что нет памяти положения но уж ладно центральный замок есть и с пассажирской стороны все остальное идентичные деревянные планки кармашки выемки материалы торпеда отделана тем же мягким пластиком здесь уже перед нами перед глазами кожаная вставка с контрастной просторочкой и алюминиевый кант вокруг дефлекторов обдува этот нижний пластик увы грубый бардачок не отделан ворсом но опять же такой весьма небольших размеров и тоже жесткая пластмасса со стороны пассажира тоннель конечно выступает так достаточно заметно в целом ввиду высокой посадки наверное не так уж и критично но легкое стеснение я чувствую с другой стороны до самого центрального тоннеля я коленом не достаю поэтому в этом плане посадка вполне себе нормальная подлокотник удобный то же самое касается и правого подлокотника и подоконные линии плюс для удобства посадки есть еще и ручка вот такая да более-менее прорезинена для удобного хвата в целом по переднему месту я думаю что все предельно понятно у пассажиров на втором ряду есть небольшая такая выемка то ли подстаканник то ли просто под мелочевку не совсем понятно поскольку неровной формы не сильно глубокая но уже приятно то что то есть такие же мягкие вставки поверху мягкий подлокотник кармашек снизу здесь тоже выемки дополнительно весь остальной пластик опять же уже попроще то есть никакой кожи никакого такого прорезиненного пластика как вы сказал здесь не будет зато удобные пороги подножки соответственно в плане посадки проблем не возникнет поставили ногу и спокойно присели по второму ряду сидений капитанские кресла раздельные то же самое как и было модели скалы то есть вот у нас мягкие подголовники относительно плоская спинка отделана кожи с перфорацией но естественно без вентиляции крепление изофикс здесь тоже мягкая набивка и практически незаметная боковая поддержка при этом индивидуальные подлокотники центральной части автомобиля без возможности регулировки угла наклона только можно убрать либо поставить их исходное положение спинки сидений ничем никакими пластиковыми щитками не прикрыты есть кармашки для того чтобы что-то можно было закинуть и практически ровный пол с небольшим выступом по центру но вот давайте теперь присядем целом я даже без этой ручки могу спокойно подняться и практически не пригибаясь сесть в автомобиль но с точки зрения посадки практически как и вы сказал это тоже место не так уж и много как хотелось бы если только не двигать это кресло вперед подлокотник в целом удобный аналогично касается и этого подлокотника но только важный момент смотрите ручка закрывания двери расположена достаточно далеко поэтому либо к ней надо тянуться и все равно охват не совсем удобный либо приходится закрывать дверь за счет подстаканников и слегка видно как дверь вытягиваются верно ну вот а в плане посадки нормально подлокотник удобный аналогичные здесь подоконная линия комфортная потолочные ручки с крюками дефлекторы обдува как на втором ряду так и на третьем ряду вот они дефлектора здесь так вполне нормально над головой за счет опять же некоторого углубления у меня остается порядка там 9 10 сантиметров и по центру довольно большой бокс в котором находится климат то самая третья зона которую можно либо регулировать либо она будет заблокирована водителем авторежим сами режимы можно переключать подогрева сидений можно активировать приятно что они здесь есть температура настраивается usb разъемы hdmi выход и выход под наушники к этому кстати еще тоже вернемся 12 вольтовая розетка а здесь не указан 220 или 220 но нарисована развит надо в документации почитать что она конкретно дает небольшой слот видимо чтобы какие-то гаджеты и конфетки там и прочее накидать гаммургеры в том числе накидать в эту часть и центральный тоннель как бы одновременно являющийся проходом на третий ряд сидений в целом можно конечно и само кресло сложить и откинуть вперед но мне кажется куда проще пройти здесь из приятных моментов чего во всяком случае не было в комплектации того escalate это мультимедиа система ну как приятно понятное дело что это слегка выглядит архаичная по современным меркам и экран здесь не какой-то наворочено что-то напоминает ту же тачку на прокачку там 15-летней давности но во всяком случае как-то заинтересовать там детей во время движения почему бы и нет подключили флешку с какими мультиками и смотрите здесь я так полагаю выемка где хранится пульт управления мультимедийка на просто в нашем конкретно автомобиле сейчас его убрали индивидуальные светодиодные сейчас просто видим активным поэтому не включается светодиодные блоки освещения но и беспроводные два комплекта беспроводных наушников то есть включили мультики дали наушники задним сидокам и все они там развлекаются третий ряд сидений да все то же самое как его скалы все также сюда особо никого не посадишь кроме детей чисто условно взрослому человеку там будет просто некомфортно и хоть и третий ряд как бы является трехместным но опять же это чисто под троих детей не более есть крюки на потолке есть подстаканники с правой стороны их h2 с левой стороны 1 и небольшие вот такие кармашки во всяком случае с правой стороны кармашек есть слева и правда почему-то нет в целом это наверное все что можно сказать про второй и третий ряд сидений разве что опять же ознакомившись с картинками с изображениями нового таха мне понравилось то что там уже будет предлагаться вариант с регулировкой продольный вперед-назад второго ряда сидений тем самым можно наверно рассчитывать на какой-то некоторый простор седоков третьего ряда либо хотя бы на возможность его менять угол наклона спинки кстати тоже регулируется также как и в эскалейт сейчас единственное я проверю такой ли сам угол или он меньше да нет вроде такой же достаточно приличный то есть можно устроиться относительно комфортно и в долгих поездках расслабиться может даже как-то подремать багажник идентичен маленький при поднятых вот этих задних креслах он конечно чисто условный под несколько пакетов из какого-нибудь сетевого магазина не более того и небольшая выемка для хранения мелочевки здесь никаких удобств крюков для пакетов я имею ввиду крюков не предусмотрено есть 12 вольтового розетка и клавиши электропривода для складывания третьего либо второго ряда сидений давайте собственно эти мы воспользуемся одновременно сложим обе секции поехали не в ту сторону нажимал эту планку мы сложили а вот стоим могут проблемы потому что я откидывал спинку назад поэтому сначала я сложу кресло второго ряда вот так она просто откидывается изначально в лежащее положение пока так и оставим теперь сложим эту половинку вот так то есть в данном положении если сложить все креслом давайте опять же это сложим ничего страшного если сложить все эти кресла то мы получаем в теории объем что-то в районе двух кубометров то есть это действительно большой багажник если просто поднять те два кресла второго ряда то у нас уже объем будет в районе по-моему тысячи около там тысячи трехсот что литров ну то есть действительно бога большой багажный отсек правда само собой есть какие-то тут неровности но хотя бы грубая пластмасса особо неприхотливая за которой не так страшно да и опять же машина позиционируется как масс-бренд они какой-то премиум поэтому перевести здесь что-то наверно не так зазорно как в том же скалы там все таки машина выглядит чуть такое более что ли нежное с ней надо обращаться тоже аккуратнее внимательней багажнику больших претензий нет ну единственное что не совсем хорошо это высокая погрузочная вот этот зон то есть именно какой-то груз багаж вам придется сильно высоко поднимать хотя бы здесь вас спасет вот этот пластиковая вставка сначала можно быть на нее как-то опереться и потом уже закинуть в багажник но тут увы рамная конструкция спрятанная под днищем вот она накатка неполноразмерной на докатка это все конечно приводит такому строению посмотрим как изменится новый таху как рассказал надеюсь что он приедет на наш рынок тогда обязательно сниму на него презентацию и вот так вот уже на контрасте сравним с этим таха посмотрим чем тот стал лучше чем возможно хуже как-то постараемся дать ему оценку ну и заглянем под капот целом здесь ничего удивительного мы конечно не заметим тоже самый движок что его скалует но просто оценим организацию подкапотного пространства аналогично подпружинен капот то есть нет такого что здесь типа масс бренд поэтому ставь металлическую такую подножку нет все нормально организовано те же усилители как его скалует причем смотрите какие они уходят еще и вниз движок в 8 6 и 2 426 сил динамика честно даже не посмотрел но я думаю что не будет отличаться те же искать все 6 и 7 секунд до сотни поскольку и масса у них сопоставимые все остальное идентичное горло и на омывайке где она у нас вот ну как сказать не могу сказать что это удобное и правильное решение делать горло и на омывайке со стороны проезжей части это не совсем чтобы безопасно но хотя бы не где-то тут чтобы совсем что из проезжей части а хотя бы в переднем именно спереди автомобиля поэтому можно подойти и в этом плане с такого ракурса будет безопаснее движок расположен внутри практически полностью внутри колесной базы несомненно это будет плюс для восприятия автомобиля в каких-то чрезвычайных ситуациях когда может быть там на высоких скоростях вы не оцените корректно дорожную обстановку и автомобиль начнет как-то заносить сносить за счет лучшей разрисовкой вы лучше будете понимать что с ним делать дальше и кстати на этот случай здесь много всевозможных электронных помощников которые так или иначе буду стараться не допускать вот таких ситуаций которые я сейчас упомянул напоследок давайте пробежимся по комплектации автомобиля мне просто интересно вам зачитать его послушать что здесь есть чтобы осознавать в полной мере что входит в эту цену я буду только какие-то ключевые моменты мелочевку постараюсь упускать ну вот давайте послушаем голосовое управление amf fm 5 юсб разъемов поддержка apple carplay и android auto полезная штука центральный 9-дюймовый дисплей пульт дистанционного управления это про мультимедиа на втором ряду два комплекта двухканальных беспроводных наушников с инфракрасным каналом передачи 9 blu-ray usb порт hdmi аудио-видео вход возможность передачи данных цифровых устройств поделан а подогрев передних сидений солнцезащитных козырек водителя на это ладно пропустим 5 вспомогательных розеток 12 вольт 2 3 ряд света присутствует галогеновые фары головного света автоматическое включение фар автоматический регулятор уровня фар светодиодные ходовые огни система крепления детских кресел изофикс контроль раскачивания прицепа вот это на мой взгляд вполне полезная штука учитывая что машина может использоваться как автопоезд так сказать система помощи при начале движения в гору но это нормально это мне кажется сейчас у всех должно быть система динамической стабилизации стабили трек системы защиты от переворачивания но учитывая рамную конструкцию высокий центр тяжести это однозначно полезная вещь сиденье водителя с вибропредупреждением до интересная штука вы сказал это я рассказывал то же самое есть и здесь причем это предупреждение срабатывает не только при включении задней передачи а именно при работе парктроников когда есть какая-то опасность она вот так вот вибрирует и вы это чувствуете вполне себе интересное решение пакет памяти настройка регулировки передних сидений боковых зеркал рулевого колеса и педального узла тоже полезная штука если вы часто будете меняться там супругой допустим акустическая изоляция лобового стекла тонировка задних стекол атормальное лобовое стекло индикатор деактивации подушки переднего пассажира сиденье водителя с регулировкой в 12 направлениях сетка в багажном отделении завод изготовитель арлингтон техас сша ну то есть чисто американская сборка сиденье третьего ряда с электроприводом складывания соотношение 60 на 40 бесключевой доступ салон сиденье второго ряда раздельные капитанские дистанционная блокировка задних дверей детский замок пред натяжители ремней безопасности передних сидений фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и пассажира и центральная подушка безопасности тоже интересная штука между водителем и пассажиром передним там где подлокотник там есть подушка безопасности дополнительно которая как бы разделяет вас в случае там не дай бог какого-нибудь бокового удара не знаю насколько это полезная штука мне кажется скорее бесполезная но вот как минимум такие инновации здесь имеются и кстати дистанционный запуск тоже в этом автомобиле насколько помню есть как как опция на обивка пола ворсовый цвет салона коврики велюровые подножки автоматически выдвижные с подсветкой бесключевой запуск двигателя дистанционный запуск двигателя то есть не только запуск кнопки но еще и дистанционно можно его завести люк с электроприводом трехзонный климат-контроль с автоматическим датчиком влажности системой предотвращения запотевания стекол встроенный в центральную консоль холодильник зеркало заднего вида с автоматическим затемнением наружные зеркала тоже с электроприводом складывания подогреваемые и светочувствительность со стороны водителя то есть затемняется в случае если сзади кто-то слепит задний дифференциал с автоматической блокировкой для проходимости однозначно полезная штука мультимедиа система майлинк с 8-дюймовым цветным дисплеем и навигацией abs 4 вентилируемых тормозных диска тоже неплохо электропривод педального узла беспроводное индикационное зарядное устройство адаптивный круиз-контроль подогрев второго ряда сидений и розетка 220 вольт вот собственно в описании указано что там действительно 220 вольт розетка используется система охлаждения трансмиссии для эксплуатации в тяжелых условиях вот это интересная штука то есть есть отдельно предусмотрена система которая видимо там при движении во внедорожных режимах либо там при буксировке прицепа скорее всего как-то дополнительно охлаждает трансмиссию чтобы она не перегревалась интересное такое решение нигде особо и такого не встречал либо просто не знаю подогрев и вентиляция передних сидений двигатель 68 системы active fuel менеджмент то есть отключение четырех цилиндров из восьми восьми ступенчатой коробкой передач блокировка лючка бензобака коробка кстати также что его скалы то есть 900 ньютон метров она держит хотя по факту двигатель vd 610 электроиглировка рулевого колеса по вылету и высоте экологический класс евро 6 активная система подавления шума через динамики аудиосистемы она как бы подавляет некоторые лишние шумы поэтому автомобиль должен быть достаточно тихим активная раздаточная коробка с электронным управлением и возможности выбора трех режимов работы но соответственно задний привод повышенная полный привод авто полный привод повышенной еще и полный привод пониженная передача защиты картера двигателя это завода стоит шины 275 55 r20 колесные диски 20 дюймов соответственно докатка 17 дюймовая противотуманные фары передние задний противотуманный фонарь электропривод крышки багажника с функцией открывания без рук то есть пинком под бампер так понимаю открывается автоматическое переключение дальнего нас на ближний свет развлекательная система для пассажиров второго ряда интегрирована в заднее стекло антенна система помощи при парковке передние и задние это парктроники так понимаю предупреждение о возможном столкновении и индикации на проекционный цветной дисплей то есть полезная штука что касается всевозможных ассистентов и вамошников здесь что-то да и имеется система предупреждения появления объекта двигающихся в поперечным курсом сзади при выезде с парковочного пространства если машина обнаружит что кто-то поперек вам двигается она может видимо ну либо оповестить либо может быть даже затормозить насчет торможения не уверен ну есть зато система предотвращения столкновения при движении передним ходом то есть в плане каких-то ассистентов здесь в целом хороший пакет встроенный пульт дистанционного управления открытием ворот или гаражных дверей информационный дисплей 8 дюймов для водителя на панели приборов но это мы видели реконфигурируемые то есть его можно менять перестраивать там выбирать разные оболочки активная система предупреждения о выезде занимаем полосы движения контроль полосности движения эроглонас датчики давления в шинах управление аудиосистемой настройками экрана приборной панели и круиз-контролем на рулевом колесе предупреждение об объектах в слепой зоне то есть контроль слепой зон также присутствует премиальная акустическая система boss center points round sound с 10 динамиками не то чтобы это было слишком много с другой стороны для масс бренда наверное нормально сигнализация автономная противогонная система сигнализации с автономным источником питания видимо это и подразумевается по сигнализации автономный противогонный так датчик наклона кузова датчик движения в салоне стандартные противогонки проекционный реконфигурируемый цветной дисплей камера заднего вида подогрев руля рейлинг на крыше черные ну и подготовка для установки фаркопа в принципе в принципе я так скажу оснащение неплохое то есть далеко не бедный автомобиль учитывая габариты учитывая его семиместность учитывая движок под капотом в 86 и 2 и приличную мощность некоторую технологичность и даже присутствие таких опций как проекция но я думаю что ценник да вполне вменяемый я не могу сказать что это прям дешево до разница с искалой вспомните 4 790 стоил тот скалы который я показывал здесь 4 390 но тот машина чем-то богаче там люк есть примеру мультимедиа система для задних седоков еще что-то по мелочи уже вылетел с головы но так иначе есть какие-то опции там пороги вот эти выдвижные подножки чего не было даже на том эскалой но при этом внешне смотрится классный интерьер тоже приятный в плане вместимости идентичные автомобили в плане комфорта ну банально за счет меньшего диаметра колеса таха будет тоже комфортабельным поэтому интересная альтернатива мне машины также понравилось хотя я не могу однозначно сказать что мне нравится больше эскалой это летаха особенно учитывая ценник сопоставимый но если бы у меня было на презентации комплектации попроще там допустим до 4 миллионов наверно было бы как-то проще определиться какой из вариантов нравится мне больше но вот сейчас не готов сказать оба автомобиля хорошо оба автомобиля довольно интересная если вы рассмотрели покупку шевролет так обращайтесь avilon на белый датчик cadillac есть машина на тест-драйве и cadillac и и шевроле можете попробовать и попробовать именно понять разницу между этими двумя машинами хотя мне кажется вряд ли вы ее сможете ощутить чисто на уровне материалов отделки дизайна и опционального оснащения понравилась эта машина ставьте ваши лайки подписывайся на мой канал сатур превью подписывайся на инстаграм-канал ассатур прайс и ассатур бест спасибо всем за просмотр и пока